Дальше поехали. Ставим мужа целью жизни. Некоторые так встряхиваются, что начинают перед мужем прыгать на задних лапках, лекции наслушаются еще моих, и начинают перед ним вот так все, в полной смирении. Он тоже лекции слушал, тоже знает, как правильно. Вот, и поэтому он такой еще и помогает ей, в такой состоянии ходить. А потом интересные вещи происходят. Потом ей заявляют, ты знаешь, похоже, по судьбе не положена была более возвышенная жена, чем ты. Видишь, как бы ты так со мной себя ведешь, потому что я достойный человек, а ты ниже по уровню развития, ниже. И поэтому я не могу быть удовлетворенным рядом с тобой. И она сильно переживает, ничего с собой сделать не может, потому что он же цель жизни. Это мечта. Моя мечта. И эта мечта потом сруливает к чужой тетке. Ко мне как-то пришла одна женщина, говорит, у нас двое детей. Я очень низкая такая женщина, греховная. У меня очень возвышенный муж. Вот. Я говорю, здорово, у вас такое восприятие вот у себя, очень чистое. Она говорит, ну муж сейчас нашел себе более возвышенную девушку. Я говорю, стоп, 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 что значит нашел более возвышенную? Порядочный мужчина не уходит из семьи, не находит более возвышенную. Вы понимаете, у нас особая ситуация. Я всегда рядом с ним не дотягивала. Вот. И он мне всегда об этом говорил. Я согласен. Все правильно. Но он нашел себе такую, которая дотягивает. Я говорю, вы понимаете, о чем вы говорите? Это значит, что вы просто его воспитали таким. То есть вы так к нему относились, что он просто обнаглел. И он такая смотрит на меня. А мне казалось, всегда наоборот. Он говорит, ну я считаю его очень возвышенным человеком. Я говорю, а вы в кого верите? Я так посмотрю в глаза. Вы в кого верите? В Бога или в мужа? Она такая смутилась. Я думаю, что в Бога. Я говорю, а я думаю, что в мужа. Понимаете, она начала трезветь. Она поняла, что произошло. Она просто разрушила себе жизнь. Вот эта вот любовь, вот эта вот, вот такая вот, горячая. Когда человек начинает обожеслять близкого человека, понимаете, поклоняться ему. Это разрушает семью всегда. Потому что человек не может принять такую любовь. Вот кто из вас почувствовал такое, когда человек настолько сильно в вас трюхался, что он просто вам в жизни не дает. То есть он мучает вас. Есть такие? Поднимите руки. Вы смотри, смотри, же ты с этим человеком. Это невозможно. Это невозможно. Понимаете, надо подать, что от него хочется, от него подать, что он в тебе лезет. В пищи лезет. Вот. Страшная вещь. Человек не должен быть целью жизни. Человек не может быть целью жизни. Дача тоже не может быть целью жизни. И дом высшей целью жизни имеется в виду. Представьте, человек поставил дом высшей целью жизни. И у него крышу начинает сводить, потому что если дом высшая целью жизни, значит жить уже невозможно. Надо постоянно его строить и постоянно о днем только мысли об этом доме или о машине. Это значит, что если вам покажут кредит, который даст возможность вот это все купить, вы не будете считать, выплатите вы это или нет. Сможете вы это на своей работе, столько денег заработать, чтобы выплачивать каждый месяц. Или посчитаете не так, как надо. И в результате потом начинается веселая жизнь. И веселая жизнь начинается потому, что человек этот дом поставил высшей целью своей жизни. Он без него жить не может. Это его мечта. Понимаете? А причина заключается в том, что это не та цель, которую так надо ставить. И потом начинается жуткий стресс, когда человек не то, что дом не получает, а еще и свое жилье продает, чтобы долгами расплатиться. Причина непонимания, что такое цель жизни и как с ней себя вести. Это страшная штука. Она может разрушить всю жизнь. КОНЕЦ Продолжение следует...